Я говорю, родители, я говорю, я с удовольствием, меня забирайте. Но они созвонились с родителями, и я уже буквально, разговоры можно было где-то в сентябре, а в октябре я уже приехал сюда жить. А на базе кто-то? Нет, квартиры тогда снимали. Тогда Виктор Михайлович снимал квартиры спортсменам, потому что все спортсмены в основном были со всех район, ну реально со всех. Сортатова, с Калокином, со мной и все, мы снимали квартиры, все жили там, девочки с девочками жили, там мальчики с мальчиками, собирались единственное все на сборах, когда мы уезжали на сборы в Сочи, в Адля, то есть вот так вот. А так, когда здесь, в Саранске, нам снимали квартиры. А кто были такие сожители? С Рассказом, у меня жил первый год в Соритке, с Рассказом. Он чемпион мира в 2001 году, он чемпион первый год. Ну вот, вот мы с ним жили, но он был старше меня на 6 лет, так скажем, он учил там меня всему, как правильно себя вести, то есть надо стирать каждый день носки, форму, все остальное. Сами готовили, ну все, то есть как вот, живешь и дом, так живешь. А сейчас при таких условиях, еще как бы медаль не завоевал, там трехразовое питание, шведский стол, база огромнейшая с бассейнами, с саунами, со всеми делами. Тогда такого не было, тоже жилетать был. Ну сейчас, соответственно, жилетать супер, просто сейчас ситуация такая, вот, сами понимаете, допинговые, здесь все скандалы и разбирательство, как бы, команды не допустили нашу по ходьбе. Я думаю, с одной стороны, они пожалеют об этом все равно, потому что все-таки ходьба в последнее время приносила основную часть медалей. На каждой дистанции по две, по, можно сказать, по три медали даже было. То есть, ну, для сборной команды это большой вклад, и в спортивную ходьбу. Так что... А вот на ваш взгляд, с чем вообще связана вся эта вот атака на российскую легкую атлетику? Ну, как правильно сказать, я сейчас к спорту не так немножко далек, как так скажем, да, потому что завершил свою спортивную карьеру, не знаю там нюансов и тонкостей всего того, что там происходит. Вот, ну, мне кажется, что все-таки это не только у нас, вот в легкой атлетике какие-то проблемы. Я думаю, что это вообще мировые легкой атлетики, проблемы какие-то, и кто-то, видимо, вмешался в это все. Ну, сейчас выборы вот прошли, вот, федерацию изглавляют международную, которую буквально вчера, что ли, позавчера они были. Может быть, на фоне этих выборов там какие-то, ну, как выборы проходят, там друг друга, каждый хочет выиграть и начинает друг на друг грязью поливать. Возможно, может, там что-то там, ну, то есть политический момент какой-то по-любому присутствует. Ну, а насчет вообще вот этих там, я не знаю, допингов и всего остального, ну, я не знаю, честно, не могу однозначно ответить на этот вопрос, что и как, ну, любого спортсмена берут и обвиняют его в том, что он применял лопинг, так называемые эти био-паспорта, это тоже, конечно, так скажем, ну, мягко скажем, такая ерунда, которую мы просто пишут, ты дисквалифицирован, там, из-за того, что у тебя там отклонения какие-то есть. Ну, все мы живые люди, мало ли, может, я вчера там пиво выпил, например, или там воды, или литра-два выпил, у меня отклонения какие-то, или не выспался, или еще что-то там. Вот элементарные вещи. И они на фоне всех этих там отслеживают, там, несколько лет дошло до такого, что сейчас они 2005 год начинают отслеживать. Представляете, 10 лет прошло, там, люди уже все завязали, уже спортом не занимаются. Их сейчас там, ты дисквалифицирован. Согласитесь, как-то это... Да. Вот. Так что вот так вот. Так что вот так вот. Продолжение следует...